18 сентября в Тааборской основной школе произошло знаковое событие. В рамках европейского проекта «Развитие сети электронной связи нового поколения в сельских регионах» здесь был открыт первый пункт доступа к оптическому интернету. С этого дня у подрастающего поколения жителей поселка появилась возможность подключиться к высокоскоростному интернету. И если горожан этим уже не удивишь, то для сельчан данная услуга стала доступной только сейчас. Подчеркнул Янис Бокта, председатель правления акционерного общества Латвийский государственный центр радио и телевидения, который является автором данного проекта. Мы будем строить 170 больше пунктов по всей территории. И школа Тааборес здесь, который один из первых пунктов, который мы сдали в эксплуатации. И что это будет дать не только школе, но и, я думаю, что всему поселку то, что будет по доступным ценам, хороший интернет». Янис Бокта подчеркнул, что согласно европейским нормативам, к 2020 году всем жителям Латвии должна быть предоставлена возможность подключиться к интернету, скорость которого составит 300 мегабит в секунду. Поздравить школьников и педагогов с открытием новых горизонтов и возможностей в интернет-пространстве приехал и министр сообщения Анрис Матис, которая отметила, что расширение инфраструктуры оптической сети является проектом национального значения. Таабор имеет такое же подключение к общему сети интернет, как и большие метрополии, что, конечно, позволяет людям, которые здесь живет, доступность всех ресурсов, которые есть в сети, начиная от телевидения, фильмов, интерактивных и других электронных услуг. И, конечно, это дает возможность и развивать предпринимательство на таком же уровне, как в любых других больших мировых городах. Глава министерства сообщения лично проверил, насколько теперь велика скорость интернета в Таборской основной школе. Результатом остался доволен, впрочем, как и сами школьники и учителя. Большое спасибо господину министру и руководителям проекта, что они провели этот быстроскоростной интернет в нашу школу, потому что школа – это единственный центр культуры нашей Волости. И школу очень часто посещают жители Волости. И я думаю, что многие жители поселка будут рады приходить в школу и работать с интернетом на наших компьютерах. Реализация проекта в Таборской Волости была доверена энергостроительной компанией РЭК. Несмотря на то, что пришлось преодолевать некоторые трудности, широкополосный оптический кабель длиною в 405 километров пришлось прокладывать через Даугово, железнодорожные пути, а также магистральные улицы Даугопилса. Работы были завершены в срок. После реализации этого проекта мы можем начать исполнение своей мечты о Латвии, в которой развиты новейшие технологии, электронные коммуникации. Ну а для детей этот проект – хорошая возможность для подключения к интернету в любом месте, будь это дом или школа. Возможность использовать подключение к сети – это свобода. В рамках проекта развития сети электронной связи нового поколения в сельских регионах планируется создать инфраструктуру и построить 177 пунктов доступа к оптическому интернету, что позволит обеспечить возможность пользоваться интернетом с улучшенными параметрами передачи данных всем жителям нашей страны.